Инфа Тартан Можно там какую-то Лабуду у них устроить Это да Какой в этом смысл Нам пехотное снаряжение Может понадобиться в любой момент Поэтому я думаю Что будет гораздо логичнее Просто на них напасть со временем Оправдаем цель войны Будет занимать где-то Дней 200 То есть сделаем так Нападем на Японию Когда нападем Если нападем Потому что это не факт Что мы сможем напасть Они в любой момент могут взять фокус на Антанту Вот Так вот Но если пойдем на Японию Захватим ее поскорее Я надеюсь что мы ее захватим поскорее Потому что там немного так-то дивизий То потом пойдем в United States Оправдаем у них цель войны И попробуем на них напасть Так вот 200 дней Это получается 15-й год Ну короче говоря Может быть и во время нападения на Японию Можно будет поставить Управдание Как раз будет где-то 200 дней Вот Так вот Так Next По поводу границ Дядьки Султана И нашей Чудо Империи Есть войска у него Но у него их немного На старте игры Обычно У него где-то на дивизии 50 А сейчас Ну сам видишь Какие-то копейки стоят Я не знаю с чем это связано Наверное какой-то дух у него национальный Появляется после того Как он проигрывает Балканские войны Балканскую войну Тьфу Вторую там выигрывает В каком-то смысле Так По поводу Управдание То что Можно было просто Идти на нападение Но это не точные Данные Что можно прям так С успехом Двигать В нападение За Россию Потому что Ты можешь До самого Издыхания Мы с вами В принципе Кидали на каких-то Участках конкретных Мы кидали людей И ничего из этого Абсолютно не выходило Можно было построить Линии фронтов И попробовать Напасть при помощи Плана Но я сомневаюсь Что там какой-то Успех прям такой Гигантский Мог бы Случиться Вот Мне кажется Что сценарий Был бы следующий Все дивизии Подустали бы Со временем Да И немцы Австрийцы Почему-то тут Они все еще Австрийцы Ну хотя и немцы Вот есть Что-то какие-то Графические сбои Вот смотри Это же вроде бы Немцы должны быть Ну вот Короче говоря Что я хотел сказать В общем немцы С австрийцами Они потом Поднадавили бы Когда наши Подустали бы И В общем было бы Невесело Мягко говоря Вот Такие дела Так Поэтому Будем играть От обороны Такие дела По поводу Германской империи Марионеткой Я вот честно говоря Не помню Можно ли тут Марионетки За авторитаризм делать Посмотреть можно Все-таки Никки Хочет Подружиться С Вилли Пускай добровольно Принудительно Так Вот по поводу Маньчжурии Маньчжурии Вряд ли Что-то создать Удастся Да и зачем Маньчжурия Это наша точка Клаймы Только у Китая Так Пам-папам Так Коломыя Оказывается А не Коломя Ну ладно Окей Просто я Общался с румынами Которые по обмену У нас учатся Где-то год Наверное Или два назад Ну вот Там у одного парня Как раз фамилия была Сейчас Где это Поселение У него Короче Митэа была Ну Вот так вот писалось Да По-английски А Произносилось Короче как Митя Вот И Тут я тоже Коломя Так вот Пам-пам И По поводу Планов Раздела Тройственного Союза Последний Коммент На момент Съемочки По поводу Раздела Тройственного Союза Ну мы посмотрим Еще Нет у меня Особых Идей Вот Дядьку Султана Наверное Мы съедим Потому что Клаймы На него будут Целиком И полностью Можно будет Съесть его Абсолютно Дешевые Претензии Можно конечно Что-то Поосвобождать У него Там Палестину Какую-нибудь Да Палестина же Так Это Ирдания А тут Нас Палестина Да Можно в принципе Да Так сделать То есть Турцию Съесть А вот это Вот все Взять И Насвобождать Можно и Марионетить Не знаю Можно Но не нужно Не обязательно Тащи Так Вот по поводу Австро-Венгрии Славянские территории Это заберем А там посмотрим С Германией Я бы забрал Кюнсберг И Мемель Забрал бы И польские Территории Забрал бы А Насчет Стального Посмотрим Что-то Лафранс Заставит Выделить Да Может быть И марионетку Получится сделать Если получится Но это не точные Данные Конечно Вот Так вот Ну и Что касается Японии Остров Наверное Аннексируем Корею Насчет Кореи Я пока не знаю Посмотрим Подумаем Может быть Корею Освободим Вот Так вот Ну и США Который тоже может Вступить в Тористный Союз Если мы Мы вступимся С вами в Антанту И будем все еще Воевать тут При этом Когда мы на них Нападем То У США Заберем Аляску Остальное Посмотрим Калифорнию Надо бы забрать Тоже Остальное Можно в принципе Смену режима На авторитаризм Поставить И все Как-то Вот так Вот И было предложение Мне еще Поиграть Как мы за Францию Гоняли Это мне Надо было Прогонять Время Аж до 37 По моему Года Чтобы Чтобы какие-то Намеки на Вторую Мировую Случились Но Не знаю Тут у нас Потому что Вообще никаких Фокусов Не будет Дальше Поэтому Я не уверен Насчет этого Так что Я думаю Что мы Сыграем Первую Мировую Вторую Русско-японскую И вторжение В США Я думаю Этого Вполне Хватит Ну Может еще В Китае Помогу Аннексия Монголии Вот еще Надо будет Не забыть Про нее Когда фабрики Освободятся Так Ну все Я вроде бы все Высказал Надеюсь Я немного Высказывал 7 минут Высказывал Ну ладно Сегодня воскресенье Я думаю Что сильно Много времени Не похитил Ни у кого Так вот Даже днем Сегодня эпизод Снимает Следовательно Наверное в час Ночи Мы не будем Его выкладывать Мы выложим Пораньше А это Стильзит Да Все правильно Денис Заметил Все А теперь мы Парни Давайте Я наверное Вас Остановлю Я потому что Перемалевал План И по поводу Вылетов Вылет Остался Только при Запуске Схранки То есть на На следующий день Случается Вылет Вот Такие дела Сейчас я два дня Прогнял Посмотрел Все вроде бы нормально Ну что Господа Товарищи Как вы там Двигаете Двигают Из мемеля Можно попробовать Атаковать Тут Неукрепленную Позицию Да Хорошо Ее получается Атаковать Давай может быть Даже надавим Чтобы Кёйнсберг Было Удобней Мочить По поводу Голиц А Они Тут Вторая дивизия Пришла Так что Стоять Стоять Кому сказал Так Здесь Наверное Лучше Пока не лезть В общем По двушке Дивизии Где Можно сейчас Попробовать Продавить Там где По двушке Дивизии Но это Не точно Поддержку Можно Третью Кинуть Да Что-то Получается С продавкой Тут Здесь Здесь Тоже есть Двушка Давай Вот так Попробуем В районе Гроссна У нас Фигня Выходит Давай-ка Наверное Вот сюда Лучше Четыре Дивки Давай вот так Сейчас Двушку Сюда Натаронов Двушку Сюда Двушку Сюда Чтобы Не было Соблазна Пойти На подмогу Тут Пятера Пятерой Мы Не сможем Наверное Сейчас Заняться А вот Вот немцы Кстати Четыре Дивки Все Все Рано Какие-то Графические Сбои Непонятные Не очень Приятные Так скажем Имеются Так Тут у нас Все выстроились Но Австрияки Уж Пришли Так что Дальше В горы Ити У нас Не получится Ну и ладно Не получится Так не получится Тут Румыния Как нибудь Вступится Может быть Поможет Нам Так Ага Ну давай Самый интересный Момент У нас Пока У Кёйнсберга Да Мы Просто Вынесли Австрияка Давай Нет Нам не сюда Нам вот так Ой-ой Нет Я не могу Только не умирай Чувак А Все Все Хорошо Сейчас Надо Еще раз План Редактировать Русскому Да Да Японский Городовой Вот так Все Правильно Намалевал Можно было Это и в линии Фронта Переделать Но тут Защитные Бонусы Мне кажется Что защитные Бонусы Было бы Хорошо Иметь Как у тебя Дела Тут по 48 Пока Кёйнсберг Взять Не Получится Конечно Попозже Но не Сейчас Помоги Задержать Противника Куча Дивизий Идет Идет Бить Кёйнсберг Но Атака Обламывается А Все Он Смотри Так Пойдем Поднадавить Как Ну вот Либо 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 Вот Так Вкачать Это На будущее В Трансильвании Точно Для компании Так Давай Я на разведку Вкачаю Разведроту Потому что у нас В поддержке Есть разведка Есть саперы Так Так Они Есть Сейчас Смотри Надо было Размещение Пехотная дивизия Ну да Саперы Разведка Вот как раз Они И есть Зеленые Пехотные Дивизии Когда они Там будут Уже Не зеленые 10 декабря Обучится Хорошо В принципе Давай посмотрим Про производство А вот Автоматы Нужны Ну окей Коли автоматы Нужны Будем тогда Пока Как-то так Сидеть Действовать Я думаю Может еще Добавить Людей Но нет Пока Наверное Не надо Ой Ой Тут Вообще Слишком толстая Атака Выходит Тут лучше По обороняться С Кернсбергом Пока не выходит Ну ничего Мы с вами Продавили Мемель Значит И Кернсберг Тоже Продавим Единственное Только Мне Что Не нравится А кстати Смотри Тут Трешка Австрийцев Давай Вот Как Сделаем Давай Вот сюда Пятерой Сгоняем Сюда На подмогу Скорее Людей Стянем Нет Не Выходит К сожалению Ой Они Там Еще Подмогу Стоит Ну Ладно Не Выходит Так Эти Пусть Идут Свой Кернсберг А Вот так Можно Пойти Ладно В общем Немцев Тут Слишком Много И австрийцев Тоже Никак Не Получится На них Надавить Слушай А подожди Немец Вообще На какой-то Не знаю Я Не понимаю Как Вот Что Это Забровин А А Понял Понял Это Не То есть В атаку Идут А тут Это Просто Стоит Набирается Сил Крутой Парень Итальянцы Просто Напросто Пошли Гулять Там По Австро Венгрии Ладцы Уважаю Ну и мы Пошли В контрнаступление Кое-где Обгоняемся Опа Тут Вообще Одна Дивка Давай Мочить Они Начали Отводить Опачки Смотри Что у нас Тут Ну-ка Сюда Сюда И сюда Тут Надо Сейчас Будет Полосу Обороны Исправить А ты Натаров Что там Италия Италия Происпроход Войск Я его Дам Итальяшки Вперед Давайте Захватывайте Там Активней Сербы Подошли К Сыраеву Все Как В книжке Написано Сербы Тоже Подходили К Сыраеву Тут С нападением Пока не очень Выходит Да ничего Сейчас Австрияки Уйдут На оборону Италии Итальянских Своих Ну территорий Приграничных Стали Вот Так вот Там Тренты И прочее Они сейчас Будут оборонять А мы Сделаем Все Чтобы Они Пожалели О том Что отвели Свои дивки Тут уже Наступление Пошло По Активу Так в районе Кракова Можно и Попытаться Котовице Тоже можно Попробовать В атаку Бросить дивки Тут двушка Сюда пока Так Вы че тут Стоите Ну-ка сюда Бегом Надо бы тут Наверное В линию фронта Уже Переделывать По Свообороны Вот конкретно Здесь Так Кто у нас Тут командиры Брусилов И Деникин По-моему Сейчас мы Наверное Удалим Приказ На оборону Деникин У нас Вот его Линия обороны Да И Брусилов Так У Брусилова Который цвет Синий Нет Блин У русского Такой синий И у Брусилова А у Брусилова Поярче Синий Да Да Вот Полоса обороны У Брусилова Получается Намалевана была Тогда вот это удалим Сейчас за русского Зайдем Ему Все-таки Пока оборону Дадим В режиме Редактирования Вот так вот Дорисуем А Брусилову Линию фронта Сделаем Так Сейчас давай Равномерно Сделаем По-человечески Динякин Ты у нас Отсюда выступаешь Давай где-то Наверное Вот как-то Как-то Наверное До Луцка Будешь стоять Своей линии фронта И задача Твоя Ну Сильно пробиваться Я не буду Ставить задачу Пока Давай До Словакии Вот Вот таким образом Пока Постепенно Потихонечку Только сюда Не лезь Ни в коем случае Возможно Сократить фронт Ему придется Так Брусилов Брусилов Мы нарисуем Таким вот Образом И задача Брусилова Вот эта линия Пока Пока так Так что Можно идти в Контур наступление В данный момент Так Ну все С Кринсбергом Пока не очень Хорошечно выходит Но ничего страшного Мы Я думаю Постепенно Справимся Там Старяков В принципе Немного идет На нас Ринфорс Владивостока Вкачали И теперь Мы будем Качать Окупацию Маньчжури Что Очень Кстати говоря Клевая вещь Так Тут Кстати На этой Провинции Вообще Никого Нет Сюда Кого-то Одного Стянем Факты Ненападения С Италии Ну я в принципе Не против Этого Итальянцы Высаживаться В сплит Пошли А мы Наступаем Так С Квинсбергом Пока Не очень Выходит Осаду Квинсберга Проводить Чудачно Кайсом А Тут нельзя В это Проводить Никак Жалко Если честно Тут можно Попробовать Надавить Но в бестолку Как в бестолку Скорее бы 10 декабря Тут надо бы Усиление Нам немножко Скинуть Так вот Кстати говоря Можно уже Брать львов Просто без боя Стопы Вот так вот Дадим тебе Задание Возможно Котел Удастся сделать Ну такой Маленький Котелок На самом деле У Брангеля Пока не очень хорошо Получается Продай Ну тут В общем-то Не одни австрияки Как я понял Опять же Графический сбой Австрийские войска Капельку слабее Выглядят Ну капельку Потому что вы видели Как они там В такие кучи Образовывались Жутки Ой Ой-ой Вот это вообще Кошмар Какой-то тут Происходит Кстати Скоро дядька Султан Ступится в войну Надо будет Уже наверное Предварительно Нарисовать Нападение Так Четвертая армия У нас тут Да Пока я не буду Забегать Прям вперед Пойдем По вот этой линии Там посмотрим Ну Вдруг он там Наклепает Бешеное количество Дива Такое может Тоже произойти Так Русскому Надо будет Сейчас Наверное Наверное Мы даже Так сделаем Мы сейчас Дивизию Русского Отведем Отсюда Тут нам Полоса Обороны Уже не шибко Нужна Так Тагонов Правда его Дивизии дополнительно Могут Из резервов Подойти Тагонов Мы взяли Краков Не можем Взять Пока Валерия Бездействует Это исправить Тебе Дружок Пирожок Да зачем Попробуй Поддержать Атакой Из Кельция Мы идем Сюда Сейчас Пооброним Ну там Они уже Выдохлись Совсем Совсем Никакие Парни Тут какая-то Непонятка В приказе Есть у нас В общем С этим Пока Понятно Так Атак С Кринцбергом Не выходит Все еще Есть кавалерия С непоняткой Можно вот Попробовать Вот отсюда Поднадавить Максимум Но я не уверен Что у нас Прям сильно Вплют Нет Слушай Получается Чуть-чуть По чуть-чуть Тогда я не против Так Вот у нас Деникин Идет к Луцку 20 ноября Так Нет СМСка Пришла Ну давай Месяцок Сейчас может Поиграем Я потом Паузу сделаю Перезвонить На такой куды По делу Потом мы продолжим Ага Как раз Сколько мы сейчас Значит 24 минуты Играем Месяцок Еще где-то Отгоняем Может быть И Так Ой-ой Отбросили нас Котелок На несколько Дивок Давай Попробуем Так вот Подсобить Львов Все-таки Удержали Пробую Вот так Если мы Возьмем Штри Ой Штри Не стри То Тогда Можно будет Жирного Тут профиту Поиметь Очень Жирного Кстати Что там Японцы На уме Авиацию Качает Ну Хорошо Что он В Антанту Не вступил Я не помню Честно говоря Когда он Вступает В ранней версии Он по-моему Где-то в 14-м Году Вступал В ранних Версиях Сейчас Может быть И нет Потому что Фокусы На Маньчжури Может доработали И тому подобное Чтобы На историческом Фокусе Можно было Сыграть С нападением На русской Фокусе Ну не знаю Может быть Сделали Может не сделали Если не повезет Я не расстараюсь Просто Придется Нам Немножко Переделывать Наши планы На Прохождение На это Тут есть Однюю С непонятками Сейчас мы ее В атаку Кинем Граница С Германией Я пока Не буду Рисковать Хотя Там Мой Любимец Стоит Тальяшки Не важно Вообще Сражаются Слушай Даже в котле Бодаются Так Агрессивно Сейчас я больше Дивизий На атаку Кину Чтобы Скорее С ними Покончить В общем В Галиции Не все так уж и плохо Битва за Краков Только я вторую Девко При помощи русского Сюда Позову Ух ты Тут есть укрепления Которые В принципе Нельзя строить Недоработка Игровая Я смотрю Че тут Бункеры делают Так Тут вот По нам В атаку Пошли Восьмидесят Давай Забьем Пока на Кернсберг Вот Отсюда Лучше Врага Попробую Выдавить Уже 87% Скоро Мы Додавим Вот эту Полосу Обороны Надо бы Уже Менять Смотри Как Стремно Получается Все Встримы Сейчас Пройдем Хорошечно Давай В атаку Наступление 3 декабря Уже Сколько там У меня По записи 27 минут Спирная рота Война Полиция Госпиталь Ремонтники Связь Мне Пока Наверное Лучше Подкачать Артиллерию Нового Еще Двумя Дивками Можно В атаку Надавить Ты Пока Не Рыбайся О Обучились Обучились Парни Где Вы Там А Это На Дальнем Востоке Обучились А Точно Помню Пятера Здесь И пятера Там Еще Обучается Ну Этой пятерой Я тогда Сюда А Не ту Кнопочку Нажал Вот так Все Отправил С С Краковом Вообще Не Получается С Котовицы Тоже Зато В Галиции Успехи Более Менее Есть Сейчас Надо Русскому Ну Тут Додавим Русскому Я план Поменяю Чтобы Тут Как Аутисты Не стояли Непонятные Вообще Какие Тут Мы Последние Силы Чтобы Додавить И Взяли Отлично Девятое У нас Декабря Кстати Коли мы тут На Дальний Восток Взглянули Как там Япония Ну Япония Наверное Месяц Ну Летней Пятнадцать Что-то Выдумываться Такие Дела А вот И Пятера Обучилась Которую Мы Сюда Заказывали Прямо Прямо Сюда Так Ты кто Ты у нас Русский Наверное Да Нет Это Брусиловцы Брусиловцы Опять Дивок Давай Попроб Давай Попробуем Может Вот так Как-то Продавить Так Это Нет Это Не Коммент Это Остриме Оповещение Я там Чувака Этого Лучше Не смотрю Сто лет Подписаться Надо От этой Всей Буды Так 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 Кому Пятеру То Выделить Наверное Пятеру Как раз Русскому Выделить Увеличить Ему Полосу Либо Знаешь Как Сделать Разделить Там Есть По-моему Третий Фельдмаршал Есть Да Алексеев Максимум Планирования Вот Алексеева Мы поставим Сюда В наступление Русские Будут Обороняться На севере Так Как-то То есть Надо Надо Сейчас Посмотреть Дивизию Русского Выделить Так 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 Наймедленно Чтобы Ничего Не спутать Так Вот этих Вот Тоже Выделим Сюда Эти Тоже У нас Русского Да Вот эту Дивизию Тоже Так Сколько Семнашку Выделил По Конечном Счете Так К семнашке Добавим Пятеру Так И Такого Же Цвета Вот у Нас Тут Еще Есть Ребята Это Тоже Русский И Тут Дружка Тоже Русского И Роднера Вот 22 27 Дивок Получается Это Мы Сейчас Создаем Новый план Для Фельдмаршала Алексеева Так Сейчас Подожди Давай на русском Удалим Его Планерку Задача Для русского Будет Пока Еще Все-таки Держать Баруно На немецкой Территори На границе С Германией То есть Сюда Стой Таким вот Образом Будет Русского Его Дивки Остановлю Чтоб Они Передумали Тут Ерундой Заниматься И Отсюда Мы Бахаем Алексеева Ему Дадим Более Масштабную Цель Так Что тут Есть Есть Барно Давай Барно Нитра Дебритсен И Давай Добрашего Вот Так Брусилов Додавит И там Потом Ему Тоже Новый План Нарисуем Тут Наступление Дринное Отклоню Все Попытки Атаки Тут Тоже Бессмыслица Полная Получается Ты не Рыпайся Сейчас мы Вот так Попробуем Помните Тут по-моему 10 дивизий Австрияков Было Ооо Слушай Хорошечно Получается Тут Надавить Надавим Со всех Сторон По ним Че там Депсимбург Хочет Со мной Пакт Подписать Так Что У нас Получается Теперь Пробились Теперь Можно Сюда Тим Ржевов И давай Что мы Сделаем Вот так Звоночек Ладно Ребятки Сейчас я Отвечу Не переключайтесь Так Ребятки В общем Перезвонил Да Тут у нас Все таки Вылеты Случаются После загрузки Сейва Вот Ну ладно Ничего В этом страшного Я думаю Не будет Еще Денечек Прогнал Буквально Скоро Вступается Дядька Султан На войну И сейчас Мы еще Попадаемся Я посмотрел По записи 35 минут Мы где-то Отсняли В прошлый Раз В прошлый Заход Да Но я думаю Что Сегодня снимем Побольше Ну где-то Часовой Эпизод Будет Почему Да потому Что Воскресенье Я думаю Много У кого Есть свободное Воскресенье Посмотреть Подольше К тому же Намечаются Эпичные вещи Коль мы Смогли В Галицию Вот так Тут у нас Напади Ты куда Идешь Шестеру Ну тоже Благое дело Добивать шестеру Ладно Не буду пока Никому мешать Вот план Русскому Можно отредактировать Тут Смотри Такая вот Проплешина Не очень приятно Но пока Можно в принципе Забить на нее Отправить в ручнике Людей Сюда В атаку Попробовать Поднадавить Там Разочек А здесь Пока Кёйнсберг Мы Не будем Трогать Попробуем Максимально Выдавить Враг Опа Кёйнсберг Бей Кёйнсберг Ой Японский Городовой Фигня Получилась Какая Так Давай еще Разочек Наступление Кёйнсберг Сейчас возьмем Да Он наш Отлично Ну вот За что я люблю Игры парадоксов Это за то что при загрузке Игры меняются контрольные суммы И Бот ведет себя Немножко Либо тупее Либо умнее Сегодня нам повезло Так Ну что Давай Сейчас одну Дивку На продавку Брусилов А Чуть-чуть Ему не хватает Выполнить план свой Давай Давить Дурак Ой дурак Зачем ты В штрей полез Тальяшки По-моему Так ничего и не добились Ну это Итальяшки Что с них взять Кстати Записи я Чуть не Ага Все Так Сейчас мы тут Возьмем Перемалюем План Для Врангеля Куча Австрияков Пытается Надавить На одну Из наших Позиций Сюда Наверное Трешку Перекинуть На всякий случай Чтобы мы тут Не пожалели Ага Все Нормально Держимся За краков Пока лучше Ничего Не предпринимать С данного Можно Атаковать Грозно В принципе Хорошо У нас тут Все пока Получается Как там мой фокус Сколько 8 дней Осталось Но японцы Не вступили Еще пока В войну И это круто Как там Кстати Дядька Султан Он Занимается Строительством Скорее бы Он вступился Ему тоже Навалять Хотелось бы Скорее А то мы тут Уже Сейчас Строяков Капитулировать Заставим Скоро Чувствую Да нет Скоро Наверное Вряд ли Так Ты с непонятками Иди сюда Смотри В каком Они количестве Гигантском Кидают народ Тут Так Русскому Надо Новый план И Брангелю Тоже Русский Ты у нас Значит Теперь отправишься В режим Редактирования Теперь будешь Вот так держать Позицию Брангель Линия фронта У тебя какая-то Ни о чем Но хотя Можно попробовать Сосредоточиться На этом Крохотном Участке Попробовать Пройти Вот так Это Я сомневаюсь Что получится Осуществить Но вдруг Какие-то Не очень умные Люди Пошли в Атапу Вообще В бесперспективном Аюне Тут Наверное Лучше Поднадавить Чтобы Поскорее Все Сделать Что случилось А Мы Тяпнули Маньчжурию Безнаказанно Совершенно Вот Отлично Так Теперь Надо будет Тут Выстроиться Взять Дядьку Сухамлинова Ему Это Удалить Нарисовать Нормальный План Еще бы Далянь Надо было Забрать Там У нас Наверное Еще Люди Обучатся И мы Далянь Займемся Пока Пока Вот таким Таким Вот образом Нарисую Предварительный План Фокус Нарушение Договора О портсмуте Мы его Вкачиваем Потом Сохраняемся Потом Посмотрим Можно ли Вступиться В антанту И напасть Хотя Можно этим И не страдать Ну и так Сейчас На стороне Антанты То есть Эпохи Туда Точно Не вступятся Теперь Кстати говоря Что у Эпохи На уме Он В авиацию Полностью Идет Качает Бомберы А Кстати говоря Дружок А ты У нас Ну у него 70 дней Джин Интент Короче говоря Он Стопудово Уже Не успевает Вступать В антанту Чем Я нас С вами Поздравляю Ты пока Не рыпайся Оброняйся Однерочкой Наступим У нас 25% Опа Ты посмотри Как тут Можно Чувак С непонятками Наступай Давай И Пару Людей С полосы Обороны Мы тоже Отправим В наступление Сейчас Эту девку Можно попробовать Сюда Опа Смотри Как Мы можем Пробиться К Данцигу Ле Франц Подожди Сейчас Еще Не время Когда Прибудешь Два дня Три часа Там Чувак Вообще Через час Придет Тут Можно Вот так Вот Продавить Пытаться Опачки Вообще Класс Мяш-мяш Данцик Наш Там у нас Гдынген Его Надо будет Тоже Сейчас Отжать Пытаться По крайней мере Ну вот Пробились Кое-где Кое-где Хороший котел Можно было бы Сделать Брусилов Добивает Последние силы Неприятеля Двушкой Можно попробовать Поднадавить Заводы С доками Есть Свободные Че-то Подзабил На них Нам надо бы Авиация Дополнительной Но надо бы И на броневики Сесть Давай-ка Так Автоматов Винтовочных У нас достаточно Давай броневик Остин Поставим На максимум Дополнительный Верфи Субмарины В Хабаровске Будем подводную войну Вести Кое-с-кем Дядька Султан Вступился В центральный Альянс Так что Сейчас Ему будет Очень весело Как там У нас 10 70 Дней А у тебя Мой милый Друг Бомбер Пока все еще Твой Рудненький Ну окей Давай качай Свой бомбер Вайп ту фэкшн Я пока Отклоню Девочку Дополнительную В атаку Пошлем Ну они Вообще Конечно Там Держатся Адско Ступы Срочно Сюда Тебя Славный Дружи Тоже Сюда Пока Мы можем Баттл За тарнов Проиграть Сейчас Только Подожди Давай сюда Поскорее Может Успеешь Двенадцать Пятнадцать Бегом сюда Дружку Русского Сюда Сейчас Мы Подойдем Иди Сюда Пока Что там Ну Ногрешенпект Все еще Предлагает Ну Ладно Их я заключу Проход Войск И Что-то Там Сама Дядька Султан Еще Не Вступился В войну Он Вступился В альянс Но Не Вступился В войну Такая Вот Интересная Личность Дядька Султан Колоритная Так Обломались С наступлением Центральные Державы В Австрии А тут Нас С вами Начали Конечно Дербанить Не по-детски Могут Выбить Нас Из Данцига Могут Но У них Это не Получается К счастью Брусилов Свой План Выполнил Сейчас Брусилову Мы Нарисуем Новый Брусилов Задача Для Брусилова Кули Он У нас Здесь От Кросс На Косу Ботице 529 Опыта Армейского Надо будет Его потратить Наверное На улучшенное Остинное Владивосток Хабаровск Нам Неплохие Такие Флотилии Дает Ну-ка Из Владивостока Давай Сейчас Объединим Флотилии Так Тут У нас Сейчас Тоже Будет Баттл Посадим Каучика Адмиралить Поиск И уничтожение Сюда Нам Так Балтийский Флот Пусть пока Посидит Ему Ещё Найдётся Задание Да Данцик Очень Неудобно Расположен Не получается Пройти Нигде Больше Поэтому Поэтому С ним Пока Вот такая Фигня Рисуется Вот так Она продолжает Наступать Уже Не так Эффективно Тут Ребятки Вообще С непонятками В приказах Можно Поднадавить Им 95 6 7 Данцик Все-таки Держан Не Сливаем Все Стабильно Пока Тут Прям Миллиард Дивизий Каких-то Наступать Наступать Какая Дружка Русского Сюда На всякие Пожарки Кинула Че Че Как Как У нас Там А Понятно Новые Дивки Какие Тут Нарисовались Но Есть Еще Люди С Непонятками В Планах Есть Еще Треш Так А Вы Куда Вселять Фланг Ну Хорошо Давай Иди Это Может Тебе Пригодится А У нас Обучился Броневик Первый Броневик Наконец Первый Броневик Который Поедет В Германию Скорее Всего Я Прикреплю Куда Или Я В Новую Армию Вообще Приделаю Не Знаю Пока Как Лучше Сделать Давай Я Пока Броневик Этот Сюда В Данцик Отправлю Кстати Подожди Давай Тогда Броневик Этот К Русскому И Всему Русскому Сейчас Мы Сделаем Режим Редактирования Таким Образом Надо Как-то Попасть В Данцик Тебя В режиме Прикрепления Тогда К плану Обороны Да Обороняться Броневиками Ну Знаешь Тоже Здравая Идея Нарушение Деговора Портсмута 36 Деньков Как там Японцы Японцы Буквально Через день Вкачают Себе Какой-то Новый Фокус Вот Такие Дилишки Что-то С Вермахтом Компания Цепелинов Дядька Султан Что-то Очкует Пока Не хочет Тальяшки Отбросили Пройти Ооо Ну В общем Старая Игрей Сейчас Будет Весело Я чувствую Все Дядька Султан Вступился В войну Кто тут Наступает Стой здесь Пока Надо Обороняться Одну дивизию Просрали Уже Сюда Дополнительные Стянуть Так Пока Стопы Не рыпаться Ну Вот Хорошо В принципе Выходят Более Или Менее Кстати Есть Одна Позиция Такая У нас Тоже Четыре Дивки Ладно Не буду Пока Рисковать На этом Участке Эпизод Закончим Наверное Через Тридцать Дней С Фортсмутским Договором Разберемся Ооо 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 Intent Ну Все Дружок Пирожок Я Тебя Обгоню Объявлю Тебе Войну И Вступлю В Антанту Вот Такие Дела Дорогой Мой Друг Цель Войны Получу Между Прочим Так что Хрен Тебе По всей Роже А не Атака Сейчас Будет Нас Тут Отбросит Чувство Все Таки Или Нет Вот Изданска Наверное Отбросит Из Эльбингае Пока не уверен 45 дней С договором Порт Смута Ноу Дивиженс Так Надо план Отредачить Это у нас Тут кто Такой Крутой Наступашка Деникин Вроде бы Сейчас Деникину План Мы отредактируем В таком случае Давай тоже Линия Барно Депешт Арат Так Движемся На всех Скоростях Стоит Дня С наступлениями Пока как-то Не очень В горах Конечно Тоже Печально Пока Все Данцик Сейчас Проиграем Чувства 20 деньков Как там По записи 21 минутка Так А Дядька Султан Вступился В войну Баттлы У нас Уже И тут Ведутся По плану Мы все Дем Не посмотрели Что он Вступился Уже В эту Войну Ладно Понятно Так Ну открытие Второго фронта Уже Совсем Скоро Будет У нас С вами Франция Италия Империя Японии Гарантируют Независимость Я их Поздравляю Так Потому что Мы можем Ступить По идее Да Да Мы можем Попроситься В альянс В любое время Дня и ночи Нарушить договор Ладно Хорошо Тут Баттлы Надо будет Мне подрядачить Сделать Пока Можно Можно И вот так Вот Например В городок Сгонять Котел С котлом Разберемся Валерия Валерия Вот так Вот Дядька Султан Тогда нам Вообще Не помех По съемкам 23 Час уже Где-то Выходит Ладно Не буду Уже Тогда Тянуть Пока Закончим Посмотрим Как Насчет Следующего Эпизода Будет Чувствую Что мы Проиграем Данс Квельбинг Пока Да Мы их Отобьем Я надеюсь Так Вот В Галиции Наконец-то Успех Менится Все Было Неплохо Так С черногорцами Сражаются Сарайло Вот Взяли Итальяшки Что-то Стали Показывать Так С вами был Дмитрий Подписывайтесь На канал Делитесь Видео Среди Плеси Вверх Всего Доброго Увидимся В продолжении Помните Что самое Интересное Еще Впереди Thank you Guys Субтитры 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 Субтитры